Вертушечка Вертушечка, может быть, на улице просто нет ветра? Да, и вправо не было. Куда он делся и откуда он берется? Скажи, пожалуйста, а если я тебе расскажу, тебе будет интересно об этом узнать? Да. Ну, тогда послушай. Мы сначала в гости позовем ветер. А как это? А вот раз, два, три. Ну-ка, руки подними. Машем перед носом. Что ты чувствуешь? Ветер. Конечно. А откуда же появился наш ветер? Откуда появился наш ветер? А ты не догадываешься, откуда он появился? Потому что мы махаем руками. Конечно. Мы машем руками и заставляем воздух двигаться. А движение воздуха – это и есть ветер. А как тогда? А кто тогда в природе руками машет? Данечка, а в природе никто руками не машет. В природе все происходит совершенно по-другому. Дело в том, что на небе есть солнышко и солнце всему причиной. Вспомни, как мы с тобой играли и со всеми детьми в капельки. Капельки, когда становятся легкими, они куда поднимаются? Вверх. Правильно. Капельки нагреваются и поднимаются вверх. Оказывается, солнце нагревает капельки воды и они становятся какими, Данил? Легким. Легким ее стремляются вверх. А все, что легкое, оно всегда устремляется вверх. И также воздух. Теплый воздух тоже, когда нагревается, становится легким и поднимается наверх. А когда воздух поднимается наверх, у нас что, ничего не остается? Как же не остается? Остается холодный воздух, приходит ему на смену. Теплый воздух остывает и спускается вниз. А холодный воздух остается наверху. И так они меняют друг друга, остывая и нагреваясь. Да, и получается у нас что возникает? Ветер. Конечно, твоя вертушка совершенно не сломалась. Держи. А у меня есть тоже своя вертушка. Пойдем посмотрим. Может быть, на улице уже появился ветер? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин